В прошлом видео я рассказывал о самых тяжелых работах, на которые лучше всего не устраиваться. А сегодня я решил запилить ролик о самых блатных работах, на которые просто так не попадешь. Я не буду брать такие специальности, как директор завода, директор нескольких фирм, топ-менеджер, президент, депутат, министр, царь, принц. Я буду брать самые приземленные специальности, на которые попасть можно из простого народа, но просто для этого нужен блат. И многие ваши знакомые, друзья, может быть даже соседи уже работают на этих должностях и очень даже неплохо зарабатывают. Поехали! И первое это оператор кремационной печи в крематории. Мало того, что ты получаешь 30 тысяч рублей зарплату, так еще абсолютно ничего не делаешь. Потому что в основном хоронят людей на кладбище, а в крематории очень редко привозят трупы. Поэтому большую часть времени ты будешь сидеть и разгадывать кроссворды, получать 30 тысяч рублей и даже больше. Другое дело, что устроиться на такую работу очень тяжело, потому что практически ты там ничего делать не будешь. Ну да, заставит тебя начальник пару раз в день мыть полы, но не более того. В целом же за ничего не делание ты будешь получать хорошие деньги. Есть, конечно, и минусы у такой работы. Например, ты будешь постоянно видеть плачущих людей, постоянно будешь видеть людей в скорбях. Но, как говорится, первые 10 лет страшно, а потом привыкаешь. Следующее. Это землекоп. Причем не тот землекоп, который вместе с таджиками, с узбеками копают у вас траншею во дворе, чтобы провожить там водопроводные трубы. Там, конечно же, не заработаешь. Я говорю про землекопы на кладбище. Туда совершенно невозможно попасть, а попав туда, ты попадаешь в самую золотую жилу. Потому что ты получаешь, во-первых, оклад, хоть и не очень большой, около 10 тысяч рублей. Так еще и землекопы во время похорон не стесняются подходить к заказчику, позвать его, поговорить наедине и сказать ему, что мы с ребятами рыли яму, молились за тебя. И молились за всех твоих родственников, молились за усопшего, дай нам денег, сколько сможешь. Какие еще по тысячу рублей на каждого? Мы так молились сильно, и ты предлагаешь тысячу рублей, давай три или пять. В основном люди дают, особенно когда они находятся в скорбях. Хотя это не совсем законно, потому что люди оплатили все в похоронную фирму, которая организовывает похороны. А еще и землекопы не стесняются подойти и попросить денег. Три-четыре тысячи рублей за смену, это обычные деньги, которые землекоп приносит на кармане к себе домой. Еще и зарплата 10 тысяч рублей в месяц. У меня работал один знакомый с землекопом на кладбище, он там работал до тех пор, пока не спился. Когда я расспрашиваю его про все его места работы, он рассказывал, как работал таксистом, как было тяжело, что там недоплачивали клиенты. Как было тяжело, когда он работал на заводе, где задерживали зарплату, работал в фирме, где то заплатит, то нет. Работал во многих местах, зарплата очень низкая. А землекопом у него выходило от 60 тысяч рублей и выше. Полгода жена не видела моего приятеля трезвым на такой работе. Потом ей надоело это все терпеть, и она доставила его уволиться. Как он сказал, что меньше 60 тысяч он редко когда за месяц зарабатывал. И в основном рабочее время проходило не возле могилы, а возле рюмки. И сейчас он спился очень сильно и уже нигде не работает. Следующее, это врач. Но врач не простой, а врач либо хирург, либо стоматолог. Потому что терапевта заменить возможно. Терапевта можно сменить, терапевта можно наказать, терапевта можно заменить. Ведь хирурга не заменит никогда и никто. Все к хирургу ходят, кто переломал руки-ноги. Каждый день люди ломают, каждый день люди дерутся, кого-то воровывают. Каждый день все идут к хирургу. Терапевт дает больничный максимум на 2 недели. Хирург может дать больничный на неограниченное время. Еще и работать может на двух участках одновременно. Поэтому можно зарабатывать очень хорошо. Перевязки, операции платные делает. Стоматолог, это вообще я даже не говорю, это отдельная тема. Про это все знают, что к стоматологу уйти без денег. Это то же самое, что идти без денег в магазин. К тебе будут постоянно идти в очередь, все с коробками. Кто-то будет предлагать деньги, связей будет полным-полно. Еще и с начальством у тебя будет все хорошо получаться. Потому что каждая заведующая поликлиники старается дружить с хирургом. Следующее, это полицейский. Ты будешь получать пенсию, у тебя будут хорошие заработные платы. Это абсолютно без всяких задержек. Так еще и за выслугу лет будешь получать. Еще и за каждую должность, за звезды ты будешь очень хорошо получать. И оттуда действительно никого не выгонишь. Если еще при этом попадешь на хороший пост на дороге, где будешь работать посменно, то что еще нужно для мужчины? Да в принципе больше и ничего. Там ты можешь проработать до самой пенсии, благо до нее не так много нужно и работать. Можешь в лет 40 уже стать пенсионером или в 30 с хвостиком, если устроишься как можно раньше, конечно же, в полицию. У тебя будет оплачиваемый отпуск вместе со всей семьей туда и обратно. Но есть, конечно, и минусы. Тебя сотни людей будут ненавидеть. Многие тебя будут, коллеги, пытаться застучать, подсидеть. Многие будут пытаться своего блатного подсунуть на твое место. Кто-то будет пытаться тебя выгнать с работы. Но если ты вцепишься хорошо клешнями в свое рабочее место, то у тебя обязательно все получится. И как минимум до пенсии ты проработаешь, а там уже хочешь работы и хочешь нет. Да и хорошая заработная плата выше среднего. Следующее это пожарные. Это, пожалуй, самая лучшая работа. Если работая в полиции, тебя будут заставлять выходить внеурочно. Если в полиции левый постоянный график, который тебе не нравится, то у пожарного всего 7-8 рабочих смен в месяц. То есть сутки через трое. Сутки проработал, трое можешь пьянствовать. Ну не рай ли, а? Еще и зарплата от 25 тысяч рублей и выше. На работе стоят кровати. Можешь иногда полежать, когда нету никаких пожаров. Но как только пожар, то да, придется уже ехать и отрабатывать свои деньги по полной программе. Но у тебя и выслуга лета, и пенсии, и никаких задержек по зарплате нет. Туда попасть совершенно невозможно никак. Это нужен какой бланк, чтобы туда попасть? Я даже представить не могу. Еще нужно пройти медкомиссию. Следующее, это пастор или священник. У тебя будет действительно признание людей, признание народа. Но попасть в хороший храм, кафедральный или городской, куда ходит много прихожан, действительно очень-очень сложно. К тебе будут ходить и полицейские, и землекопы, и врачи, и учителя, и стоматологи, и пожарные. И связей у тебя будет миллион. Тебя все будут любить, тебя все будут уважать, и все будут ходить к тебе за советами. Если у тебя еще есть призвание к этому, то у тебя все обязательно получится. Но попасть в хорошую храмку находит много прихожан. Очень тяжело, так же, как и попасть в рай. Но попав на это место, имея призвание, ты можешь неплохо жить. Минусов у священника я совершенно не вижу. Если депутант, полицейский, он может уйти, его могут выгнать на пенсию, его могут заставить по собственному написать из-за того, что пришел блатной. Да даже депутат или мэра избирают, или выбирают, или назначают на время, и он рано или поздно уйдет. То выход из священства только один. Если, конечно, ты не накосячишь сам по-крупному. Выход только вперед ногами. Ты можешь и на пенсии быть священником. Я перечислил вам 6 специальностей, профессий, работ, как хотите это так и называйте, на которые просто так не попадешь. И я обещал вам, что будет 7 работ таких, но я озвучил всего 6. Потому что я хочу, чтобы вы написали седьмой пункт в комментариях, куда еще очень тяжело устроиться и где хорошо платить деньги. Обязательно напишите об этом в комментариях. Это будет уже седьмой пункт. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии и обязательно добавляйтесь в другие и вступайте в паблик. Пока!